Это настоящие живые фотообои. Звездочка – это место, где мы сейчас стоим. Ну и нам нужно доехать до местечка корыта. Сейчас мы их срежем. А вот и первая точка нашего нетуристического маршрута «Круг около корыта». Но сегодня я расскажу вам особенности, что смотреть, времена года, на что обратить внимание. А пока пойдем к карте. Звездочка – это место, где мы сейчас стоим. Ну и нам нужно доехать до местечка корыта. Поэтому называется маршрут «Круг около корыта». Это деревня. Самое интересное, что здесь стоит страшная жара. Это самый жаркий город в Черногории. И летом здесь бывает температура доходит до 45-50 градусов. Какая дымка стоит, ничего не видно. Ну а здесь по левую руку я вижу голубое, прекрасное, ясное небо, белые облака. И там прохлада горная, замечательно, есть чем дышать. Значит, мы едем в горной прохладе. Поднимаемся на высоту практически 1400 метров над уровнем моря. Зимой мы сюда не ездим, тут будет много снега. Ну а потом идем в пеший поход. Он тут тоже обозначен, пунктирной такой линией. Находим посреди похода две панорамные лавочки. Называется место «Ущелье Грыла Соколова», то есть «Соколиное горло» по-русски. Кайфуем, наслаждаемся живыми фотообоями и уезжаем назад. В эту жару самое приятное – это спрятаться куда-нибудь. И пока мы не доехали до гор, давайте с вами сходим в музей. Называется он «Марка Милянова», посвящен этому человеку. А когда-то он был первым мэром Подгорицы. Человек, оставивший важный след в истории Черногории, освобождение от Османской империи, был великим воином. Но самое интересное, что в 50 лет он, наконец, научился грамотности. Он захотел писать стихи, может, поэмы. В общем, стал писателем. Дом, в который мы сейчас зайдем, он в нем жил. Музей этнографический, стоит недорого. Я думаю, можно посетить как одну из точек этого маршрута «Круглого корыта». Давайте пройдем. Дай нам пройти. Скажет, билет давай, кусок колбаски. Собрание старинных вещей, предметов быта, одежды, музыкальные инструменты, конечно же, оружие. Но и самое приятное, вход оказывается уже бесплатный. Золото, дорого-богатость. А за этим стеклом находятся гусли. Это национальный музыкальный инструмент черногорцев. В каждой семье он был обязательно, а особенно был у пастухов. Они очень любили играть где-нибудь на холмах, пока пасли своих баранов, коз, коров. Играть какие-нибудь песни о борьбе с турками. Мы находимся сейчас в деревне Кучка-Корыта. Либо можно просто называть ее корыта. И отсюда начинается наш пеший поход. Конечно, мы с Андреем, как два ленивых черногорца, поход частично сократили на джипе. Ну, а когда уже пошли такие буераки, машину оставили, сейчас пойдем пешком. Я беру палочку. Ну, это, в принципе, не обязательно. На ногах у меня кроссовки. Но вам могу посоветовать и горные ботинки, и кроссовки. Ну, что-нибудь на толстой подошве. Главное, не пляжные вьетнамки. Такое я здесь тоже видела. Смотри, какая-то ягодка красная. Вот эти красные кружочки – это ваш ориентир. Они могут быть стрелочками, указателями поворотов, либо просто кружками. Обязательно смотрите на них, потому что развилок очень много здесь. Это настоящие живые фотообои. Но не Черногория. Это Албания. Я нахожусь на воздушной границе, и за моей спиной североалбанские Альпы. Кто-то их называет горы Проклетия, албанцы называют их по-своему. Эти же горы мы называем Кучки, по племени Куча. Кучки планины, говорят черногорцы. И сейчас я нахожусь на высоте 1370 метров. Ну, а самая высокая вершина за мной – 2700. Если приехать сюда в мае, в июне, да даже в июле, вы увидите здесь массу снега на вершинах. Ну, а в конце августа никакого снега, только грибы под ногами. Чем хороша пешает дорога на горло Соколова, вы можете найти вкусняшки. К примеру, в конце июня, в июле здесь очень много земляники прямо вдоль дороги. Потом появляется малина, можно сорвать иван-чай, если вы любите. А сейчас вот в конце августа, ну и осенью, в сентябре, в октябре начинаются маслята. И я вижу, шиповник начинает краснеть. Посмотрите, сегодня неожиданно я пошла без корзины и уже насобирала свеженьких маслят. Вот они под елочкой и под можжевельником прячутся. Сейчас мы их срежем. Дорога, как видите, несложная. Подъемов больших нет, вот это, наверное, единственный такой подъем. Поэтому можно идти без палок, с детьми, с пенсионерами. Вот так, наслаждаясь небольшим походиком, он вам понравится. Лишь звон колокольчиков коров, вон там они ходят. Тишина, пара людей вокруг нас, но и то, и то редкость. Я это место называю природная психбольница Черногории. Пришел так на лавочку, на часик отдохнул, мысли свои собрал воедино. Подумал о том, а все, и все, медитация прошла, можно идти назад, спускаться в мир земной. Самое важное, посмотреть прогноз погоды. Сейчас над нами есть облака маленькие, серые тучки. Они, в принципе, не дождевые, но дождь и ветра здесь достаточно часто. Если вы приедете в плохую погоду, вы ничего не увидите. Вы только полностью промокнете, испортите себе настроение и не увидите никакого ущелья Грыла Соколова. Рядом с Грыла Соколова есть информационное табло. Тут видно, как меняется высота, пока вы сюда идете. Это вторая дорога, я уже по ней не хожу, но не в суть. Написано, что с мая по октябрь предпочтительно. Но я хочу сказать, что можно еще, в принципе, в апреле, в ноябре, только в солнечную погоду без дождей. Самая высокая точка, низкая. Где же посмотреть погоду? Я смотрю на сайте Weather to Umbrella, ссылочку оставлю в описании, по деревне Корыто-Монтенегро. Смотрите на 7 дней, ну а лучше максимум на сутки вперед смотреть. Она почасовая, вы там видите осадки, ветер есть, нету. И так ориентируйтесь, стоит ли вам ехать в эти края. Это ущелье глубиной 1000 метров. Как видите, здесь есть таблички про опасность. Не пренебрегайте ими. Не надо садиться на самый край этих каменных скал, они такие хлипкие. Поэтому лететь можно легко. Я однажды видела здесь спасательную операцию, как из них еще приезжали альпинисты и внизу спасали охотников с их собаками. Они с утки там уже находились. Охотничьи собаки побежали за зайцами. Не знаю, достали ли они этих зайцев, догнали ли. Но вот выбраться назад не смогли. Поэтому будьте предельно аккуратны в подобных панорамных местах. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!